всем привет меня зовут серёга литовец и вы на канале мошенники звонят по телефону ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии это помогает продвигать наш канал вверх а сегодня у нас горячий кавказский парень мага будет делать пили-вили мошонкам меня зовут его или с вашим аккаунт-менеджером как его да да его вы проходили несколько дней регистрации на нашем сайте на счет торговли на финансовом рынке я интересовались simple way вы интересовались как simple dimple как что нет нет не simple dimple чейн рекотинг чейн рекойшин чейн рекойшин да да вот вы же интересовались наверно какими-то акциями инвестиции что такое чейн рекойшин это инвестиционный криптопроект интересовались по криптовалюте ну вообще о финансовом рынке вы же наверное интересовали но имеется ввиду не криптовалюта полностью финансового рынка интересовали же наверно какими-то акциями компаний валютным рынком товарным рынком возможно что-то слышали о акциях больших компаний таких как фейсбук типа это д pojaw чер迷 heard closely начались черная то вам капчайна там подпис inherent кейсан крючан чаник я реагируется чаян накичил я запомнил китайской китайцы я реагируюсьLaughing Но вы Опека реагируelt нашим сайд если бы не регистрировались я был методом не знал но Я помню, что на китайский я не регистрировался нигде. Chain – это не китайский, это... Chain? Какого слова? Что это такое вообще? Алло! Да-да, я тут. Проект называется «Цепная реакция», если переводить на русский. А зачем вы сказали «чайный кейщин» какой-то? Ну, потому что это по-английски. Он меня тут все на английском пишет. Понимаете? Цепная реакция? Да-да, цепная реакция. Цепная реакция? Да-да-да. Проходили же регистрации по этому проекту, правильно? Не знаю, неправильно, наверное. Но если бы не проходили, то я вам не звонил, Магомед. Понимаете? Вот. Вы, я так понял, интересуетесь сферой... Какая вы организация? Вы представитель как организации? Ну, я же вам представился. Меня зовут Егор, я являюсь аккаунт-менеджером из компании «Симпл Вейт». А, «Симпл Вейт»? Да, это наша компания. А вы проходили регистрацию по нашему проекту «Цепная реакция». Понимаете? Ракция? Ну, так, «Симпл Вейт», но я на «Симпл Вейт» никогда не попадалась в меня такая «Симпл Вейт». Да, я понимаю, что вы не попадали на «Симпл Вейт», но вы попали на наш проект. Перешли, наверное, по рекламе, увидели наш проект, оставили заявку. Вот. А это проект от нашей компании. Так, хорошо, ну, так, примерно понимаете. Ну, так, хорошо. Вот. Хорошо. Так, я у вас спрашиваю. Интересовались же инвестициями в финансовом рынке. Чем конкретно вы интересовались? Валютным рынком, фондовым? Меня интересует акции «Газпром». А, акции «Газпром». На «Долготром». Я хочу купить акции «Газпрома». Больше ничего не хочу. Хорошо, понял. А у вас уже был какой-то опыт в сфере инвестиций? Опыта не было. Но хотите развиваться в этой сфере, правильно понимаю? Я хочу купить акции «Газпрома». И все. Акции «Газпрома». Хорошо, я понял. Но это, да, довольно-таки сейчас перспективный проект, потому что строится «Северный поток-2», и когда он уже достроится, акции компании будут расти в разы, да? То есть, и люди уже на этом зарабатывают. Да. А вы компания-брокер или не компания-брокер? Еще раз. Вы представитель компании, как «Симпл...» Как я забыл? «Симпл-Вейт». «Симпл-Вейт» – это компания «Симпл-Вейт» – брокер или не брокер? Да, это брокерская компания, которая предоставляет вам выход в финансовый рынок. Также мы предоставляем вам... «Симпл-Вейт» – это брокер. Я понял, хорошо. Вы мне... Как вас... Тарас? Меня Егор зовут. А, Егор. Меня Егор зовут. Да-да, что вы говорили? Как можно... С какими пакетами акций «Газпрома» у вас можно купить акции «Газпрома» ваш брокер? «Симпл-Вейт»?» Да-да, конечно. Вот давайте я вам сейчас объясню, какие услуги предоставляет наша компания. Наша компания предоставляет вам возможность выхода в финансовый рынок, чтобы покупать те или иные активы. Если вы хотите купить акции «Газпрома», вот, вы хотите купить акции «Газпрома», вот, наша компания предоставляет вам такую возможность. Также наша компания предоставляет вам аналитика, который будет вам помогать их покупать правильно, потому что их нужно покупать какое-то определенное время, да? Если они сейчас там растут, да, то сейчас их не нужно покупать, вот. А когда они уже пойдут на спад, и когда у них уже пойдут на спад, и будут опять расти, тогда наш аналитик вам сообщит об этом. Вот, да, слушаю. Меня не интересует аналитика, меня интересует только приобретение акций и больше ничего. Мне нужно только купить акции. Хорошо, понял. Понял, тогда... Как у вас можно... Они продаются пакетом, поскольку какое-то количество штук определенное, или как? Вы не можете сейчас сказать? Да, у нашей компании, у нас минимальный депозит это 100 долларов 8 тысяч рублей. Вы не поняли, видимо, вопроса. Акции «Газпрома», про покупку акций «Газпрома» идет пакетом, а не продаются? В каком-то количестве определенном. Да, да, конечно. Каким пакетом, минимальный пакет какой у них? Минимальный пакет, сейчас на данный момент уточню эту информацию, подождите, пожалуйста, секунду. Акции «Газпрома»! Акции «Газпрома»! да 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 стоимость одной акции варьируется в районе 250 260 рублей вот минимальная сумма депозита в нашей компании составляет 8 тысяч рублей то есть вы пополняете свой личный торговый счет третий раз спрашиваю третий покупка газпрома через ваш брокер симпл сколько можно пакетом они идут или не пакетом что-то можно купить или сколько мне надо сколько штук минимальный можно купить минимально и минимальный депозит 8 тысяч рублей это не нужен депозит мне нужен акции газпрома они продаются пакетом пакетом продаются какой-то минимальный минимальный пакет я же вам говорю 8000 рублей это 100 долларов не понимаете мне не надо 8000 рублей акции газпрома продаются пакетом они продаются один-две-три штучки 4 штучки 5 штучки да 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 это возможно вы не знаете возможно 100 штук возможно 100 штук вот я спрашиваю сколько-то минимальный пакет вы знаете это или нет вы не знаю знаю минимальный пакет можно взять минимум на 100 долларов акция стоимость одной в нашей компании да в нашей компании возможность инвестирования составляет если одна штучка если одна штучка стоит 300 рублей примерно да в районе 250 300 рублей но через нашу компанию вы можете брать минимум на 8000 рублей значит 100 штучек а продаются они они могут продавать 86 штучек или 74 штучки они продаются продают продаются вы можете покупать сколько вам угодно но через нашу компанию вы можете взять минимум на 8 тысяч рублей потому что наша компания продаются я же объясняю пакетом я знаю что они пакетом продаются то есть допустим 100 штук 100 штук это сколько 30 рублей на 100 может 30 тысяч 30 тысяч ну знаешь 30 тысяч ну я говорю это минимальный депозит нашей компании который вы можете внести на покупку сразу купить сразу купить к примеру да я понимаю то есть я имел ввиду то есть минимальный депозит нашей компании на который вы можете купить акции компании газпром не продаются меньше 100 штук меньше пакета я уже сам да 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 конечно то есть вы хотите купить акции пакет минимальный сколько сто или не сто да да 100 акций ну ясно я вам все сам узнаю вы не в курсе понятно ясно хорошо ясно все хорошо как покупать акции через вас как их купить вам нужно как компания как ваша компания называется simple way так так хорошо как через вас купить это самое для этого вам да это вам нужно создать торговый счет на котором вы уже будете покупать акции компании газпром то есть это личный ваш торговый счет личный ваш торговый счет создается торговый счет расскажите вкратце будьте добры да в этом сейчас вы хотите у вас сейчас есть возможность выхода в интернет сейчас вы мне на слова скажите на высшее техническое образование красный диплом я понимаю хорошо тогда вам объясню мы скидываем вам реквизиты вашего торгового счета который мы вам создаем и даем вам доступ даем вам пароль одноразовый который вы потом меняете на свой пароль и у вас уже есть свой личный торговый счет который я понял вы сказали вы создаете мне торговый счет вы это сказали да мы помогаем нашим клиентам создавать создаете мне торговый счет где вы его создаете где в каком банке торговый счет создается на нашей платформе simple way в каком банке деньги будут в деньги какой банк переводить будет вы кстати каким пользователем какого банка являетесь сбербанк я беру деньги переводить куда на какую какой банк это вы никакой банк не переводите свои деньги вы вы переводите свои деньги на свой личный торговый счет а это торговый счет находится на на нашей платформе платформа это не банк в каком банке деньги деньги могут только в банке бы переводят деньги с моей карты моего счета банковского переводится на другой счет. Счет может быть только в банке. В какой банке я перевожу деньги? Нет, вы переводите на личный торговый счет. Торговый счет это понятно название слова, это ясно. Деньги могут переводиться только в банк. Хранятся они могут только в банке. Деньги могут переводиться и на разные киви кошельки, и на разные другие направления. Киви кошелька это банк. Это киви банк. Хорошо, сейчас подожди, уточню информацию, буквально пару секунд. Давайте, придумайте. Ну где вы там? Симпл, Димпл. Алло? Да, да, алло, я вас слушаю. Так? Куда? Да, да, уточнил информацию, переводятся деньги на реквизиты нашего торгового счета на Сбербанке. Угу, так, то есть у меня счет находится в моей Сбербанке, и перевожу я тоже на Сбербанка. Да, да, да. То есть от Сбербанка своего счета перевожу на счет Сбербанка? Да, да, да. Нормально, нормально. А что там со Сбербанка? То есть у меня будет два счета в Сбербанке? Да, у вас будет также свой личный торговый счет, на котором вы будете торговать, понимаете? Это площадка. Конечно, понимаю. Перевожу деньги с своего счета в Сбербанке на счет в Сбербанке какой-то. На новый свой, второй. Правильно? Или как? Да, вы переводите на личный свой торговый счет на нашей платформе SimpleWay. Транзакция происходит через Сбербанк. Вот так вот, понимаете, да. И потом вы на своем личном торговом счете уже покупаете акции. Деньги со своего счета банковского в Сбербанке, который у меня находится, я перевожу на счет тоже в Сбербанк? Деньги куда уходят? Да, транзакция происходит через Сбербанк. Все правильно. А деньги уже... И приходят и приходят в Сбербанк? Идут через Сбербанк, а приходят уже на ваш торговый счет, который находится на нашей платформе. Торговый счет, то деньги где? В Сбербанке находятся? Будут находиться? Нет, деньги будут находиться на вашем личном торговом счету. Торговый счет, деньги куда перевожу? Понимаете, как работает эта система? Понимаю. Карты переходят, куда они уходят? Уходят куда? Уходить могут только в банк. Вы сейчас сказали, что уходят в Сбербанк опять. То есть из Сбербанка уходит Сбербанк. Да, да, все правильно. А, то Сбербанк у меня будет второй счет еще. Второй. Да, 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 все правильно. Ну, понятно, второй счет. А где реквизиты я могу посмотреть моего второго счета? Для начала вам нужно его создать. Создать торговый счет в Сбербанке? Ну, конечно, могу создать. Второй торговый счет в Сбербанке, ну, я могу создать. А зачем мне создать второй торговый счет, если у меня есть банковский счет? Если у меня и так есть банковский счет в Сбербанке. Вам нужно создать торговый счет, с которого будет возможность выхода в финансовый рынок, да? И где вы уже сможете покупать акции «Газпрома». Понимаете, да? Да, конечно, понимаю. Счет в Сбербанке-то надо же, куда переводить-то? Реквизиты счета, где мне взять? Вы дадите мне? Да, мы помогаем вам в создании вашего личного торгового счета, на котором вы будете уже торговать на финансовом рынке. Я понял. У вас сейчас… Хорошая схема рабочая. Вы как… Вашу организацию… Поподробнее по вашей организации расскажите. Еще раз. Поподробнее о нашей компании рассказать. Конечно. Наша компания предоставляет возможность выхода нашим клиентам в финансовый рынок, где есть возможность торговать на более чем тысячи разных… Более чем тысячи разных активов, цена которых ежесекундно меняется, растет или падает. Вот, например, как вы хотите купить акции Сбербанка. Акции компании Сбербанка… Ой, Газпрома, извиняюсь. Акции компании Газпрома, они ежесекундно меняются. Цена этих акций ежесекундно меняется. И уже в том, что цена меняется, как раз таки и зарабатывают наши клиенты. Давно? Давно работаете в этой схеме? Занимаетесь в этой схеме давно? В этой сфере работаю уже более трех лет. Сколько дней? Не, я думаю, сколько дней? Что, сколько дней? Ну, сколько дней занимаетесь этим? Говорю, больше трех лет. Больше трех лет? А может, примерно три дня? Нет. Больше трех лет. Не перепутали. Ясно. Компания эта Simple Dimple вообще, она… Какая? Западно-германская? ФРГ или что там? Маракаса или кто там она? Из какой страны? Италия? Лондон? Какая? Марокко? Тайвань? Какая… Из откуда она? Мы находимся в Доминиканах. Доминикана? Зарегистрировано где? В Доминиканах. Доминикана? Да-да… Вы мне звоните из Доминикана? Да-да. С Доминиканы звоните, да? Да, звоню вам из Доминиканы. Доминикана. Как там? Погода Доминикана нормальная сейчас? Отличная. Отличная, ясно. Ну, нормально. Ну, прикольно так-то, да. А точно? Может, не три для работы? Может, два дня работы? Не три? Или, может, сегодня только устроились? Ну, ясно. Дальше. Доминикана, регулятор-то кто? Кто регулятор у вашей брокера? Кто регулятор? Регулятор? А что такое регулятор? Ну, что такое регулятор? Ясно. Лицензии есть какие-нибудь у вашего этого? Simple Simple-то? Лицензии-то есть? Что такое регулятор? Что, что еще раз? Ну, так что, нету, значит, получается? Чего нету? Ну, что? Что, что я спрашивал? В смысле? А что вы спрашивали? Ну, у вашего вот брокера, Hohol Invest, у него есть какие-то лицензии? Да-да, конечно, есть. Ну, какие? Что за лицензии там? Лицензия Европейского банка. Какого? Что за банка? Какая банка? Что за банк это Европейский? Как название Европейского банка? Алло? Алло? Да-да, европейская регуляция. А, регуляция европейская. Так а кто выдал-то регуляцию европейскую? Кто выдал? Кто дал-то ее? Кто дал вот вашему Hohol Invest? Кто ему дал вот это вот? Вас плохо слышно. Можно погромче, пожалуйста? Так а там ручку, есть громкость ручка? Может покрутить этот тумблер? Тумблер покрутить на этом? Есть там у вас там регулятор громкости? Там написано, что громкость. Да-да, он на максимум выключил. Ну, понятно. А кто дал лицензию-то? Какая это банка? Кто дал лицензию вашему? Согол Invest? Так кто ему дал лицензию? Лицензия европейской регуляции. А, а это в какой стране-то? Швеция, Норвегия, Амстердам, кто это такое? Дания? Амстердам. Амстердам? Нидерланды. Ну, я там был недавно. Нормально. Ну, сказали хорошо. Ясно? Нормально. Так я же в России живу. В России. Что-что? Как вам доехать-то? Какой адрес? Как вам доехать в Львсимбурге-то? Вы еще не сказали. Хотите к нам на офис попасть? Да, договор будем подписывать, а сотрудничество. Договор. Договор. Ну, да, у вас, конечно, есть возможность попасть к нам на офис. На офис. Да, да. Вам адрес? Конечно, адрес. Конечно, адрес. Конечно. Хорошо. Я вам на ватсап скину. Конечно. Конечно. На ватсап. На ватсап. Надо скинуть на ватсап. Так. Да, да, на ватсап вам скину. Хорошо. А вам тогда помочь активировать ваш торговый счет? Конечно, помочь. Где он активируется? Как он активируется? Хорошо. Тогда сейчас перевожу вас на финансовый отдел, который поможет вам активировать ваш торговый счет. А это финансовый отдел тоже в Хохол Инвест? Или это в другой компании? Где-где? Ну, в Хохол Инвест. Компания Брокис. Хохол Инвест. Как-как? Я не понял. Ну, вот вы же сказали, что вы откуда звоните. Симпл Димпл. С Доминикана. Ну, я говорю, Симпл Димпл. С Доминикана. А это кто будет сейчас звонить, это, финансовый, это, департамент, это, с Хохол Инвест будет звонить или кто? Это с нашей компанией Симпл Димпл Димпл. Я понял. Нормально? Ой. Нормально? Да. Хорошо. Четко. Все четко. Короче. Перевожу вас туда на финансовый отдел, чтобы... Окей еще. Это знакомый говорит. Окей еще. Хорошо, тогда перевожу вас на финансовый отдел, чтобы помочь вам открыть ваш личный церковый счет. Let's do it. Окей. Все, ожидайте, пожалуйста, в установлении. Ожидает. Ожидалкин. Жду. Мага Ждун. Как тут? Ой. Да. Нормально. Долго ждать-то еще. Алло. 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 Добрый день. Добрый день. Меня Руслан зовут. Я финансовый эксперт в компании. Ты же перевели на меня, правильно? Я не знаю, это правильно или не правильно. С какой целью сориентируете? Лицензия-то какая у вас там? С какой целью сориентируете меня на... Ты перевели вас на меня. Так вот, я скажу, лицензия-то... Вы мне скажете номер лицензии. От Центробанка. Вы понимаете? От какого Центробанка? От обычного, центрального. Центрального банка какой страны, уточните? Украины. Какой страны, Украины? Ага. Ничего себе. Так вы же сказали, что вы организация Хохол Инвест. Ничего себе. Вам кто такое говорил? Ну как кто? Я сам догадался. Вы догадались? Да. Ничего себе. Когда догадываетесь, креститься нужно. Ладно. Слышали о таком? Кто? Слышали о таком? Слышали. Слышали. Я так и сказал. Лицензия есть в Центробанке Украина у вас? Нету. Организации Хохол Инвест. Нету. А как же ты с лицензией работаешь? Так, а почему вы должны работать с лицензией? Зачем она? Вы в какой стране живете? Я в Доминикане. Вы в Доминикане живете? Да. Вы врете. Кто врет? Вы врете. Аллах все видит. Кто видит? Аллах все видит. Или у вас шторы, может, закрыты? Не туда повернул. Не туда повернул. Понятно? Да нет, дослушайте. Вы же Магомед. Лицензии. Вы же с этих. А у нас в Доминикане хорошо сейчас. Солнышко. Вы что, этот? А вы откуда звоните? Чеченская АПГ у вас или что? Откуда звоните-то? А вы что, вы с Чечни? Так вы, наверное, если вы Магомед, вы, наверное, так. Я вам вопрос задаю. Вы зачем меня перебиваете? А вы на вопрос отвечаете. Так я вам его первый задал. А вы откуда звоните? С какой страны? Вам какая разница? С Хохляндии? Разница какая? Не, вы сказали, что Хохол Инвест. Разница какая? Разница какая, я спрашиваю. А есть лицензия от Центрального банка в Хохляндии? Ничего себе. Есть только от Чеченского АПГ. Кадыров разрешил работать. Да, ладно. Серьезно? Конечно. Сам Аллах, сам Аллах лицензию сверху отправил. Понятно? Нормально? Нормально? Все, есть лицензия от Аллаха, нормально, скажите? Так а что, есть лицензия где-то какие-нибудь? Так меня спрашивают, нормально? А регулятор что? А кто регулятор у вас? А с чего вы взяли, что должен быть регулятор? Кто-нибудь регулировать? Да вы делаете себе... Какое существо должно регулировать? Вы делаете супер. Какое существо должно регулировать? А вы давно, вот ваша организация Хохол Инвест? Она давно на рынке работает? Давно работаем. Только я не понимаю, о какой вы организации говорите. Это в первую очередь. Второе. Второе. Вы делаете себя мегаэкспертом. Да вы вообще ничего не знаете. Да вы вообще ничего не знаете в этой сфере. Делаете себя, знаете, вот этого мегаэксперта. Такого... В кавычках. А с вами вообще вот... Вот, смотрите. А я не вижу. Вот. Не видно подсыпал. Так я постучал, вот, по столу постучал. По столу постучал, вот, это у вас. Если по голове постучать, такой же звук будет. Ох, оскорбления пошли. Я просто, я больше, чем, я больше, чем уверен, что в торговле и в серии инвестиций вы вот, 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 вот именно вот так вот. Ну, понятно. Больше, чем уверен. Вот эти, знаете, такие суперэксперты нереальные, которые все знают, все лицензии. Вы с ним работаете, на медатрейдере, с их лицензией. Тарас, мне скажи, у вашей организации Хохол Инвест есть какая-то лицензия от Хохранди? Хохранди дала вам лицензию вашему Хохранди? Кто? Я спросил, кому вы говорите? Кто, я спросил. Ну, ну, как мы имя сказали? Имя мое, сами сказали. Нет, Тарас, ты сказал, Тарас. Сам я спросил, какое имя, сказали. Нет, Тарас, а вы бредите. Ты же сам сказал, что ты Тарас. Тарас. Магомед, нет, Магомед, ты бредишь, ты бредишь. Да ты же сам сказал, что ты Тарас из Хохол Инвест. Ты сам сказал, что Тарас, свой Магомед, я Тарас из Хохол Инвест. Слушай, ну у тебя, у тебя, у тебя какая желтая, у тебя какой группы желтая карточка? Какая карточка? Какая? Желтая, желтая. Желтая. Дают в больницах. Тяжело, неизлечимые люди. Есть такая же самая, регулятор за кто? Регулятор за кто? Центральный банк. Я еще раз повторюсь, регуляторов, у кого есть регуляторы? Регулятор Центрального банка, кто это? Есть у кого лицензия Центрального банка? Я могу перелечить это на пальцах нескольких рук. У кого? Это у Газпром, это у Газпром банка, это у ВТБ банка, это у Сбербанка и остальных банков, которые работают также со сферой финансового рынка. Банковских организаций, потому что Центральный банк это банк, а мы не банк. Ну что? Понятно? Понятно. Ты что, плачешь уже? Олег, ты не плачь. Там еще штук 30, даже больше 30. Не плачь, Олег. Не плачь, Олег. Да какая разница, чем больше 30. Да как наебываешь. Да как наебываешь. Да и банков у нас так же. Да и банков так же у нас уйма. Так же и банков у нас так же уйма. Опять хочешь наебавить. Серьезно? А вот тебя, что ли? Тебя, что ли? А? Тебя, что ли? Тебя уже и так жизнь потрепала. Ты уже плачешь. Да ладно. Я опять мы поговорил. Серьезно? Да что, да ладно. Я же слышу. Не плачь. Опять наебываешься. Если серьезно говорить, ни у кого нет лицензии. Ни у какого брокера, который работает в торговле. Ты что, ты что, рот закрой и послушай сюда. И послушай сюда. Да какая разница, сюда послушай. Я тебя пытаюсь. Я тебя пытаюсь. У кого, давай, у кого, у кого, у кого. У кого, у кого, у кого. Всех ты знают уже Тарас. Ты сказал? Ты сказал, что есть еще много брокеров, правильно? Назови. Конечно. Назови, ты же умник у нас. Ну, назови. Не буду. Захочешь загугли. Вы ты не будешь. Я сказал, ты делаешь. Я сказал, ты делаешь. Чего не понятного? Да, вот так вот и работаем. Что, я сказал, ты делаешь. Ну, что, ты не понял, что? Конечно. Ну, ты молодец, Тарас, конечно. А у тебя голос. А ты бы сколько ни говорил, тебя сразу слышишь. Да как же, Тарас, ты мне скажи, а ваша организация Хохол Инвес, она давно уже работает на рынке хохлянь? А кто лучше пол стелить, таджики все же или молдаване, как думаешь? Мне кажется, таджики. Постелешь мне пол дома. Постелешь мне пол дома. Пол дома мне сделай. Ну-ка, а ты реально не боишься, что СБУ уже, СБУ уже почти вычислило? Делай пол мне дома. СБУ уже блин. Таджик, таджик, пол мне сделай. Дома. СБУ уже рядом. Я хочу. СБУ уже идет прямо в беднику. Я хочу деревянный пол. Я хочу деревянный пол. Деревянный пол, таджики лучшие строители. Скажи мне, а у вас много там в подвальчике сегодня работы разводилось? Сегодня. Кого? Сколько разводилось на пиратуре? Знаю, что мошенников очень много на нас развелось в это время. Ну, я думаю, сколько у вас там мошенников с подвальчиками разводилось. Сколько у вас? Я откуда знаю сколько? Я что, их считаю? Ну, посмотри, филозами посмотри, сколько там у вас человек разводилось. А, ты что, ты обо мне говоришь? А я в офисе, что ли? Смотри, Тарас, ну а что, ну попасться, я спалю. Ты бредишь, ты бредишь, ты бредишь. Хочешь, угадай, на руком этаже ты там сидишь? Давай. На втором. Ого. Ничего себе. Знаешь, откуда я все это знаю? Откуда? Я просто скажу, приличной встречи. Хорошо. Да, хорошо, договорились. Все, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok